Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васенин. Подошла к концу не только рабочей, но и спортивной недели. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! На чемпионате России по лыжным гонкам, который прошел в Республике Коми, выпускники Саровской лыжной школы показали великолепные результаты. В женском скетлоне на 15 километров Анастасия Седова выиграла гонку с результатом 43 минуты 1 секунда. Следом за ней финишировала Ольга Хлопотина, завоевав серебряную медаль. Артем Мальцев в мужском старте также поднялся на пьедестал почета, показав третий результат. В индивидуальной гонке на 10 километров у женщин бронзовая награда также досталась Анастасия Седовой. В Сарове в футбол играет не только мужская часть населения. Девчонки не просто играют, а делают это на выезде и, что самое интересное, выигрывают. 25 марта в ФОК-чемпион Арзаманского района состоялся турнир по мини-футболу среди женских команд. Три саровчанки из команды Леса заняли в мини-футбольном турнире первое место. В Саранске состоялся 5-й республиканский лично командный турнир по настольному теннису память Александра Шершонкова, погибшего в Чечне. В соревнованиях приняли участие 15 команд из Мордовии и Нижегородской области. Наши спортсмены под руководством Ольги Федоркиной завоевали третье место, и это отличный результат. 30 марта состоялось открытие первенства России по бадминтону среди глухих. На открытие побывала Ирина Башегородцева и пообщалась со спортсменами о целях и надеждах лично. Первенство России по бадминтону среди детей с ограниченными возможностями здоровья проводится в Сарове уже третий раз. И с каждым годом география участников все расширяется. Мы очень рады, что организаторы нам доверяют проведение данных соревнований, значит их устраивает та база, которая есть в городе. Ну и это тоже в свою очередь стимулирует нас для развития данного вида спорта у нас в городе. Ну и надеемся, что результат наших воспитанников тоже будет расти. На первенстве каждый спортсмен старается принести своей команде как можно больше очков и выше подняться в турнирные таблицы. Но не только спортивные достижения стоят во главе мотивации. Для многих бадминтон – это возможность расширить свои горизонты. Именно спорт для этих ребят – это одна из тех сред, где они смогут себя реализовать как личности, то есть социализироваться в обществе, добиться каких-то высоких результатов и занять свою нишу в этой жизни. В соревнованиях примут участие 48 спортсменов от 12 до 18 лет из 7 регионов России. Спортсменам предстоит разыграть награды в одиночных, парных и смешанных парных разрядах. Победители соревнований отправятся на чемпионат Европы, который пройдет в Словакии уже в этом году. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. По мотивам, прошедшей в Южной Корее Олимпиаде, в Дюшикар провели конкурс рисунков на спортивную тематику. В конкурсе принял участие 135 детей. Вика Иванова не первый раз участвует в подобных состязаниях и к местам и наградам относится с чисто спортивным настроем. Я считаю, что третье место это тоже хорошо, ведь главное участие, а не занятие какого-то определенного места. Военно-спортивная игра «Зорница», как и в советское время, сегодня очень популярна у школьников и студентов. Игра включает в себя элементы строевой подготовки, проверку знаний по военной истории России, правилам дорожного движения, ориентированию на местности, стрельбе, метание гранат, силовые упражнения, спортивные и военизированные эстафеты и другие военно-спортивные состязания. Со стороны это кажется попыткой быть военным. Для участников же это действительное испытание сил и умение работать командой, командовать и подчиняться. Огромное ответственность, соответствовать за свою команду, за свое отделение. То есть это нужно принимать решение, чтобы хорошо выступить, чтобы показать хороший результат. 24 марта в спорткомплексе в НЕФ прошло первое открытое первенство ядерного центра по гиревому спорту среди мужчин и женщин. Атлеты состязались в рывке одной гири левой и правой рукой. На выполнение упражнений давалось 10 минут. По результатам соревнования сформировали сборную команду в НЕФ по гиревому спорту, которая отправится выступать на отраслевую спартакиаду работников атомной энергетики, науки и промышленности. Атмиада 2018. 23 марта в Арзамасе прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Наши надежды». В этих соревнованиях приняли участие самые юные гимнастки «Дюс Шикар». Вторые места заняли Алена Семикова, Ксения Артемина и Даша Чуканина. Бронзу завоевали Николь Трушина и Сабина Демьянова. Молодцы, девчонки! 25 марта в городе Бор прошла полуфинальная встреча команд Саров Инвест и Кварц в рамках чемпионата первой лиги Нижегородской области по хоккею. Игра получилась очень нервная, на кону был выход в финал. Как это было, смотрите в нашем репортаже. Последний полуфинальный матч с первых минут показал, что игроки обеих команд настроены на выход в финал. Борьба велась на высоких скоростях, но шайба летела мимо ворот. Так что в первом периоде ни одна команда не смогла распечатать ворота соперников. На перерыв игроки ушли со счетом 0-0. Первый период получился с Комканом. Пытались найти свою игру, не получилось, моменты были, не получилось реализовать. Только к середине второго периода с разницей буквально в одну минуту отправили шайбы ворота соперников игроки Саров Инвеста Сергей Калинин и Михаил Румынин. После чего хоккейный клуб «Кварц» взял перерыв, чтобы скорректировать игру. В конце второго периода еще один гол был реализован Константином Поляковым. «Кварц» смог ответить только одной шайбой. На второй период уже вышли, настроились, поговорили с командой друг с другом, чего нам не хватает. Сделали работу над ошибками, вышли на второй период, забили. В третьем периоде Саров Инвест отстоял свое преимущество. Автором еще одного гола стал Михаил Малафеев. Пропущенная саровским вратарем шайба уже ничего не могла изменить. Итог игры 4-2. Саров Инвест вышел в финал. По сегодняшней игре могу сказать, что у команды Сарова ребята более мастеровитые. Они побыстрее наших ребят. Я знаю, что они много тренируются, много готовятся. За звание чемпиона области Саров Инвест сразится с хоккейным клубом Сеченова. Лидером первенства станет команда, одержавшая в финальной серии три победы. Первый матч пройдет уже в эти выходные 1 апреля. В эти выходные можно не просто отдохнуть от работы, но и сделать себя крепче и здоровее. Или просто от души поболеть на трибунах. С 30 марта по 1 апреля в Сарове пройдет первенство России по бадминтону среди глухих. В соревнованиях на базе молодежного центра примут участие более 50 спортсменов от 12 до 18 лет. Гости приедут из Нижегородской, Московских областей, Республики Чувашия, Татарстана, Башкортостана, а также из Пермского края. Начало встреч в субботу и воскресенье в 10 утра. 31 марта и 1 апреля состоится турнир по хоккею среди детских команд городов системы ЗАТО. В Саров придут ребята из Лесного, Снежинска и Заречного. Начало ледовых схваток и в субботу, и в воскресенье в 9 утра в Ледовом дворце. Приходите поддержать наших ребят. 31 марта и 1 апреля всех любителей волейбола ждут в зале на стадионе Икар. В 10 утра там начнется волейбольная встреча в рамках чемпионата города по волейболу среди мужчин и женщин. Вход свободный. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе Дополнительное время. Всем побед. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!